Бывший сержант полиции Валерий Воробьев оказался по ту сторону решетки. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По материалам следствия в апреле в полицию позвонили жители одного из домов Заволжского района. Люди жаловались, соседи за стенкой буянят и не дают спать. На вызов отправился наряд Воробьева. В квартире по указанному адресу трое мужчин и женщина что-то бурно отмечали. Компании предложили проехать в отделение, однако стражам порядка возразили. Женщина, находящаяся в квартире, стала высказывать претензии Воробьеву. Воробьев ответ на это применил в отношении нее насилие, а именно нанес ей выпасть головы. Удар сзади рукой, причинив ей физическую боль. Мужчин все-таки удалось усадить в патрульный УАЗик, однако звонившие в полицию жители отказались написать заявление о привлечении соседей к ответственности. Поэтому оснований для задержания было недостаточно. Гаражно-строительный комплекс за Волгой именно сюда, не в отдел полиции, как это положено, привезли задержанных. Здесь, среди гаражных боксов, ночью на морозе их решили оставить. Однако один из мужчин сильно испугался и машину покидать отказался. Тогда полицейский, по версии следствия, вытащил его из машины силком и ударил по голове. Валерий Воробьев утверждает, что задержанных не бил. За полицейского готовы вступиться и люди. Шумные кампании, попойки за стенкой им порядком надоели. Адвокат Валерия Воробьева рассчитывает, что решение суда будет справедливым. Не очень-то выполняли требования сотрудников полиции, оскорбляли их, выражались нецензурной бранью. Но, тем не менее, сотрудники милиции вынуждены были посадить в полицейский УАЗик. Это уголовное дело обещает быть долгим. Дома Валерия Воробьева ждут жена и 9-месячный ребенок. Георгий Колчин, Елена Мастолова. День в событиях. Георгий Колчин